Приветствую вас! Вы знаете, довольно часто поступают такие вот запросы, да, вернуть мужа, вернуть супругу, ну, сейчас, конечно, жечь, конечно, вернуть мужа, поступают запросы, потому что женщины обращаются в жечь за помощью, вот, чем мужчины, вот. И, как показывает практика, моя практика и практика, в общем-то, каких-то таких, ну, достаточно известных психологов, возвращать мужа, именно вернуть, то есть, именно вот сделать так, чтобы он прям хотел быть с вами, чтобы он прям вот хотел, не хотел, точнее, никуда уходить, вот. Можно только в том случае, если вы личностно вырастите, если вы станете для него более привлекательной, потому что, ну, какие бы слова вы не говорили, да, какие бы слова вы не использовали, как бы вы что бы не делали, но если вы остаетесь такой, какой, к примеру, вы были, вот, ну, то, соответственно, ничего абсолютно не изменится, то есть, те причины, по которым мужчина ушел, они будут, как бы, действовать, они будут влиять, по-предсему, по-предсему и, в общем-то, ничего не поменяется, может быть, вы его словами и убедитесь вернуться, а что дальше, что дальше, что дальше, что дальше, то дальше, то по сути, как бы, не будет ничего, по большому счету. Вот. Поэтому здесь, конечно, я предлагаю вам исключительно вот в этом направлении как-то смотреть, да, то есть, если вы преследуете цель как-то все-таки, ну, на долгосрочную перспективу, да, своего мужа вернуть, да, то есть, если вы хотите именно семью свою сохранить, к примеру. Вот. То нужно менять что-то именно в себе, нужно менять именно что-то лично в вас, а не в, а не пытаться какими-то словами взаимодействовать, взаимодействовать на мужа, вот, потому что проблемы, они все равно останутся. И то, что его, грубо говоря, ну, вынудило уйти, да, вот, то, что его, ну, не заставило, то, что его смотивировало уйти, вот, это будет, а, значит, это никуда не денется, вот, и каждая ссора, она по большому счету будет все больше и больше все сильнее и сильнее, да, она будет, ну, влиять, она будет негативно влиять на вас, она будет негативно влиять на ваши отношения, вот, и вам будет просто, просто, просто болезнь, просто болезнь вам будет как раз расставаться и все более надрывнее вы будете его возвращать. Это первое, вот, и второе, второе, то, что хотелось бы сказать, это то, что, ну, должны быть, на мой взгляд, все-таки, какие-то цели, да, то есть, вам нужно, для чего-то можно вернуть, зачем-то, да, то есть, если вы, к примеру, ну, если вы, к примеру, возвращаете человека, потому что, знаете, знаете, что без вас ему будет плохо, без вас ему будет тяжело, если вы знаете, что ему, ну, ну, не комфортно, вот, если вы знаете, что он, ну, он будет счастливее с вами, да, вот, то в таком случае вам нужно продемонстрировать ему, что какие-то изменения в свое поведение вы внесли, да, то есть, это именно изменения, это не просто как какой-то возврат, а это именно демонстрация мужчине, мужчине, что вы, ну, поменялись, что вы изменились, что вы, там, сделали какие-то выводы и так далее, вот. То есть, чтобы было лучше ему, чтобы он реально, ну, имел большую удовлетворенность, скажем так, вот. Если у вас цель расчет, да, то есть, если вы делаете это для себя, к примеру, то в таком случае я полагаю, что нужно максимально убедить своего мужа в том, что ему выгодно возвращаться к вам, вот. Именно убедить, доказать, точнее даже, не убедить даже, а доказать, доказать, что ему выгодно к вам будет вернуться, вот. И продемонстрировать ему какие-то, ну, существенные плюсы, да, того, что он приобретет, если будет с вами в отношениях. Вот. Вот, в принципе, такая история. Опять же, практика психотерапии, она демонстрирует следующую статистику, что, значит, партнер, который хочет вернуть своего супруга, да, личностно вырастая для этого и возвращая супруга, разочаровывается в нем. То есть, необходимый для вас личностный рост, он возможно, возможно, приведет к тому, что вам муж просто будет не нужен. Вот. И мне бы хотелось, вот именно мне бы хотелось, чтобы вы имели это в виду, чтобы вы, ну, отдавали себе отсюда, в том, что так возможно, что так может быть. Вот. То есть, это вот так называемая стена за личностный рост, изменение вашей потребностной сферы, отделение того, что не нужно от того, что действительно нужно, и наоборот. Если готовы, милости прошу, выбирайте себе психолога, обращайтесь, будем работать. А если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова